когда-то давным-давно два роскошных пятачка пополнили мою коллекцию 1760 год все еще правление елизаветы петровны пятачок вот совершенно такой мне медный очень-очень сильно но серебряный то естественно поскольку это считается самой красивой серии монет орел в облаках на серебряной монете изображен он обнимает так скажем картушь на котором написано написан номинал с той стороны на так скажем при обнимает он картушь с инициалами елизаветы петровны вот такая вот монеточка имеет место быть также двухкопеечник попозже немножко добавился вот такая вот монетка исключительно в красивом сохране прям даже сердце радует греет также под попозже немножко добавилась 1 копеечник но размером немножко другой поменьше чем двушка и вот деньга добавить стана добавилась ну пожалуй на этом все мои богатства 1760 года и заканчивается и того пять монет абсолютно великолепных очень очень не сильно нравится и вообще императрица это мне очень нравится симпатично смелая женщина дочь петра великого герзновенные на много чего способны чего нам с вами даже как бы и не снилось так скажем ну что ж попытаемся вспомнить что же там такого интересного происходило в том далеком 1760 году когда она правила вот что в тот славный год русские войска взяли берлин запросто указ о праве помещиков ссылать крестьян в сибирь на поселение тоже случился при елизавете петровне относиться с особенным уважением к монастырям прежние строгости прекратились и в 1760 году позволено было подстригать по желанию всех лиц любую любых сословий состояний в ходе семилетней войны город берлин как я уже говорил капитулировал перед русским корпусом под началом генерала графа чернышова такой славный был дядька залихватской расы молодец королем великобритании стал георг третий с 1760 по на целых 60 лет до 1820 роберт калаев вернулся в англию купил место в парламенте и был с восторгом встречен в свете георг сделал его обороном плеси царь картли тейму раз 3 вел переговоры с россией в оказании помощи картли для похода на иран и обороны от дагестанцев это вот случилось с 1760 по 1762 год также в 1760 по 1779 правителем ирана был кирим хан зэнд сперва как ригент при измаиле третьем сифивиде затем самостоятельной столицей сделан шераз против афганцев выступила армия маратхов садаши обхоу двоюродного брата пешвы бхоу занял дели он отказался от союза с ураджем малом и сихами афганцы отрезали его от марахаштры и блокировали лагерь панипатия английский генерал кут в сражении под ван-де-вашем разбил французов лали с остатками войска заперся в пенди-шери пенди-шери был блокирован англичанами из моря и суши ну что ж из тех кто родился в этот год 29 мая луи мишель ле летие д санжи фаржо маркиз президент парижского парламента политик эпохи французской революции председатель учредительного собрания франции в 1790 автор плана национального воспитания 28 марта георг адлер спаре военный политический деятель швеции один из инициаторов свержения короля густого 4 в 1809 году 22 августа родился будущий римский папа лев 12 21 сентября родился иван иванович дмитриев русский поэт баснописец государственный деятель 17 октября андрей сен-симон французский утопический социалист основатель сенсимонизма 20 октября александр теодор виктор граф дэламет французский политический военный деятель участник войны за независимость сша и великий французской революции один из лидеров филиянов 23 ноября франсуа ноэль бобёв французский коммунист тут описан основатель бобувизма и организатор заговора равных вот такие вот у нас события произошли на тот далекий 1760 год ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания а а